Уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемый президиум. Я очень кратко расскажу вам о эпидемиологии как рака, а потом представлю докладчика, специального гостя из Словении, который расскажет про скрининг рака желудка, который является экспертным в этом вопросе. Если говорить об эпидемиологии рака желудка в России, то вы видите, что рак желудка в структуре заболеваемости и смертности среди женщин занимает, если они считают, четвёртое место. И мы видим, что за последние годы, за последние 20 лет, на самом деле уже больше, и смертность и заболеваемость раком желудка падает. То же самое у мужчин, но у мужчин, конечно, сами по себе стандартизованные показатели выше, как заболеваемости, так и смертности. Но обратите внимание, что в последний уже год у нас получается, что как и заболеваемость уже многие годы, но и теперь смертность от колоректального рака стала выше, чем заболеваемость и смертность от рака желудка. Ну, как, собственно, выглядит это на фоне других онкологических заболеваний среди мужчин. Желудок занимает пятое место по заболеваемости, но намного выше третье место по смертности. И у женщин, опять-таки, если у нас молочная железа занимает первое место, то желудок занимает пятое место, шестое даже место по заболеваемости, но, тем не менее, по смертности, если я не ошибаюсь, это даже третье место. Действительно, если мы видим, то высокая летальность сохраняется от рака желудка, что у женщин... аналогично у мужчин. Ну, с чем это все связано? Да, совсем не ловит. Ну, если мы рассмотрим заболеваемость в мире, то видите, что если в глобальном масштабе, то в Российской Федерации, как и во многих азиатских странах, высокая заболеваемость и смертность от рака желудка по сравнению с европейскими странами, с Северной Америкой. Но во всех странах следует отметить, что снижается смертность от рака желудка. С чем это связано? Можно спекулировать о том, что это скрининг, например, в Японии или в Южной Корее, но, тем не менее, мы видим, что во всех странах, где нет никаких программ скрининга, снижается смертность от рака желудка и снижается относительно стремительно. Но это стандартизованные показатели. Если мы посмотрим на абсолютное число больных, оно сохраняется высоким. А может, следующий слайд? Следует отметить, что с каждым последующим годом поколением заболеваемость и смертность от рака желудка снижается. Если говорить о предсказании, что будет в будущем, то логично, что будет все в будущем так же снижаться, как и снижалось до этого. Можно следующий слайд? Но если мы говорим о абсолютном числе больных, то абсолютное число больных будет высоким. Это связано и со старением населения, в принципе, с ростом населения в том числе, и будет высоким как у мужчин, так и у женщин. То есть ежегодно это будет порядка 10 тысяч, более 10 тысяч, более 15 даже тысяч заболевших у женщин и более 20 тысяч у мужчин. С чем это связано? Да, всем известно хеликобактер пивори, основные факты риска. Например, исследование в Японии у людей, рожденных до 50-го года, распространено с 80%, и далее она снижалась, соответственно, снижалась заболеваемость и смертность от рака желудка. По данным ВОЗ, например, 89% некрадиальных опухолей желудка в 2008 году были связаны именно с хеликобактер пивори. Важный фактор риска потребления соли и другой, не менее важный фактор риска, это вообще владение холодильником, наличие холодильника и замораживание продуктов. Если потребление соли повышает риск заболеть и умереть от рака желудка, то наличие холодильника резко его снижает. Если говорить, например, о России, то, например, в 60-е годы только 4 из 100 семей имели у себя холодильник в Российской Федерации, в СССР, в Российской Федерации в 90-е годы уже этот процент был больше 70. С этим во многом и связана высокая заболеваемость и смертность от рака желудка в Советском Союзе и России. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о кардиальном отделе, это фактор риска, известное ожирение, например, вышло исследование, а также потребление фруктов и овощей, но вышло исследование, что только фруктов, не овощей. Опять-таки, все эти эпидемиологические исследования довольно можно по-разному интерпретировать, тем не менее, мы подразумеваем, что аденокарцинома связана все-таки с какими-то образами жизни, ожирения и питания. Следующий слайд, пожалуйста. Курение, алкоголь – это также фактор риска. Опять-таки, это различные риски для кардиального и некардиального рака. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. И я прошу прощения за такой скомптный доклад, потому что я хотел оставить побольше места моему коллеге из Словении, профессору медицины Боина Тепеша, который оказался у нас на конференции и который долгие годы занимается проблемой именно скрининга и профилактики рака желудка. И он вам расскажет ровно то, что написано на этом слайде. Это как раз его статья «Можно ли предотвратить рак желудка?». Спасибо.